Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 декабря, день Парамона, назван в честь святого мученика Парамона, некий князь Аквелин собрал в темницу христиан числом 370 и заставил поклониться Посейдону. За отказ стал их мучить. Парамон проходил мимо и, увидев, заступился за мучеников. За это его схватили, извлекли за рта язык, который обличал и укорял мучителя, и искололи его. Потом изранили все члены и, наконец, пронзили тело копьями. Так Парамон предал свою благочестивую душу в руки Божии. На Руси день Парамона называли зимоуказателем. Сегодня предсказывали погоду на ближайшее время. А поутру убрали метлы и очищали крыши от снега. Лопату не использовали потому, чтобы крыша не прохудилась. К венику на Руси было особое отношение, ему приписывались мистические свойства. Например, нельзя было мести в одной избе разными вениками. Не держали веник под печкой, чтобы еда не портилась. Сегодня кормили кур гречихой только из правого рукава. Считалось, что так они начнут раньше нестись. В западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно. Мол, это придает постройке прочность, а семье здоровье. Верили в то, что сегодня можно привлечь удачу, если занять у соседей что-либо. Хлеб, яйца, масло и иные продукты. Были распространены сегодня девичьи гадания. Девушки замешивали тесто на речной воде. Для этого они приходили к водоему три раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду руками, смотрели, что попадется. Если камушек, будет муж строителем. Песок будет хлеборобом. Если попадалась рыбка, будет рыбаком. Готовую выпечку девушки ставили на скамью. Каждая девица приносила своего петуха и одновременно их выпускали. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка раньше других выйдет замуж. Приметы. Как правило, на Парамона земля каменеет от мороза, а речка замерзает. Сегодня смотрели. Если утро ясное да красное, в декабрю быть ясным. Если вьюга на дворе, то проводит она еще неделю. До Николы зимного, 19 декабря. Снег пошел на Парамона, скоро будет метель. Если сегодня зря окрашена в багровый цвет, это к сильным ветрам. Если снег на Парамона еще не выпал, то 19 декабря будут сильные морозы. Красная заря на ясный день. У баллистов есть выражение выходить без щитков. Это когда они... Ну, это как у рыцарей выходить с открытым забралом. Подождите. Подождите. Вы сейчас сказали то, что, на мой взгляд, интересует как минимум половину людей. Не только у нас, но и во всем мире. Потому что всегда после свеклы есть окрас мочи. Всегда. У всех. Значит, всегда у всех. Я, когда впервые узнал об этом, и, естественно, съел там какой-то салат, и обратил внимание, значит, окрашена моя моча или нет, она оказалась окрашена. Потом я начал там голодать, я начал, значит, питаться более-менее сырой пищей, питаться правильной. И заметил, что съем довольно-таки солидную порцию, содержащую свеклы, у меня никакого окраса не произошло. Да вы что! Это как раз хороший индикатор того, что говорит о том, что ваше оздоровление правильное. Вы используете нашу целебную кулинарию, потихонечку укрепляются у вас слизистые оболочки, организм, и он начинает найти то, что раньше не брал, теперь берет, держит и прекрасно работает. Вы знаете, мне кажется, этот салат уместно теперь попробовать не только тем, кто хочет согреться в осенний период, но и тем, кто хочет поставить эксперимент, как работают его почки, все ли они перерабатывают. Да, это будет прекрасный тест. Поэтому свеклу рекомендую для лечения профилактики атеросклероза. Представляешь, мы можем с помощью... Я не знаю, что такое атеросклероз. Атеросклероза – закупорка сосудов. Можно лечить с помощью лекарств, а можно, кажется, с помощью пищи, о чем мы расскажем на нашей целебной кулинарии. Далее, анемия, если есть практически у всех женщин, которые едят вареную пищу, которые употребляют мало сырой кофе, чай и так далее, и так далее, мало движутся, анемия. Тем более, женщинам свекла полезна лишь по той причине, что у них ежемесячно идут кровопотери. Их надо восполнять. С помощью чего встает вопрос там? Ну да, да, да. Конечно, свекла, понятно. Лучше на свекла, потому что если с помощью каких-то других продуктов, женщина может полнеть. Если с помощью мяса, в ней могут, ну, почки хуже там работать. Снимает гипертонию, свекла. Снимает гипертонию? Да. Ух ты, а если пониженное давление? Ну, пониженное, я бы не сказал, нет, она особо и не понизит, конечно, но, будем говорить, дело в том, что в нашем салате с хреном, она даже будет, как бы сказать, если слегка будет понижать повышенное давление, а пониженное еще более опускать, то хрен будет все это поднимать. Слушайте, ну хрен такой летучий. У меня от этого, от лука такого давно не было, как от хрена. Вот, 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 смотри, здесь очень много горчичного масла, горчичных вот этих фитонцидов и так далее. Вот, вот, как раз они, они еще лучше будут очищать кровяное русло от разного рода отложений холестерина. Они будут способствовать тому, что разжижать слизь в легких и отходить. И далее все это богатство, попадая в виде фитонцидов, жучевых свойств в организм человека, будет переживать бактерии и вирусы, которых так много в нашем организме. Слушай, это уже надо только на свеклу, что теперь, переходить. Ну, свекла, свекли вообще незаслуженно. Забыли? Забыли, да, и употребляются не так, как хотелось. Профилактика онкологии, мы говорили. Значит, профилактика анемии, мы уже говорили. Более того, значит, свекла стимулируют работу головного мозга, благоприятно действуют на сосуды мозга и защищают от слабоумия за счет того, что стеночки очищаются, стеночки становятся более эластичными. А слабоумие – это как раз потому, что сосуды плохо в голове работают? А если сосуды у нас забиты холестерином, снабжение плохое, естественно… А в голове может быть холестерин в сосудах? Дело в том, что наш мозг представляет собой образование в основном из жира. Да, и куда уж идти жиру, как не туда. Как не к своим. Так, я хочу навести красоту. Что у нас уже готов? Он как раз настаивается. Настаивается. А чтобы мы с вами попробовали, я положила, да. Или добавила? Я добавила. А, добавила меда. Ладно, а вам вопрос на засыпку. Давай, на засыпку. Пока мы сейчас будем пробовать. А что это за история о том, что свекла поднимает потенцию у мужчин? Это что, миф? Ну, я бы не сказал, что она является каким-то сильным стимулятором, но тем не менее. Значит, от чего зависит потенция? Потенция зависит от здоровья общего организма, как мужчины, так и женщины. И когда в организме прекрасно вырабатывается кровь, это говорит о том, что косвенно будет и семя, допустим, вырабатываться лучше. То есть все вот эти вот функции будут у нас работать, а не отставать и не буксовать. Логика ясна. Так, ну постоял он у нас сколько получается? Не 15 минут, но минут 5-7. Меня это вполне устраивает. Давайте пробовать. Хорошо, давайте пробовать. Значит, еще раз. Значит, еще я хочу сказать, свекла выводят шлаки токсины за счет того, что вот этот красный цвет пименты связывают разного рода токсины и выводят их из организма. Очень важно что-то связать. Далее здесь имеется клетчаточка. Клетчаточка грубая. И если у вас, знаете, от сырого возникает брожение, там газообразование, делайте такой салат из вареной свеклы. Вот отлично. То есть свекла сильно действует на перистальтику, там вызывает газообразование. А если эта свекла будет вареная, она уже мягче. Там совсем иная клетчатка. Хорошо, что вы об этом сказали. И профилактика запоров хорошенько работает. Потому что сейчас все, многие увлекаются сыроедением. И когда видят какие-то блюда, приготовленные из вареных овощей, у них начинается истерика, и они начинают пропагандировать свою сыроедческую песню. Это, конечно, прекрасно. Но действительно, если ты не можешь есть сырую свеклу, ну, ешь вареную. Причем, мне кажется, все любят. Ну что, пробуем? Пробуем. Давайте. Позвожим. Значит, кто ест свеклу? Кстати, вот очень интересную аналогию можно провести. Свекла, она переживает холодную зиму. Корнеплод этот в сырой земле. Вот. А потом настает весна, он нормально начинает идти в рост. То есть, этот продукт, можно сказать, обладая выносливостью к холоду, он такую же выносливость дает и нам. Вообще, выносливость. Преодолевать различные тяжелые какие-то обстоятельства, тренировки, суровые времена года. Подождите, дайте я сделаю красиво. Давайте. Поэтому, кто ест свеклу, тот прекрасно себя чувствует, занимается физическим трудом. У него хорошая выносливость организма. Кстати, я бы посоветовал свеклу есть, и блюда из свеклы есть марафонцам, которые бегают на длинные дистанции. У вас бы заметно повысился результат, потому что и кроветворение было лучше, то есть, вы бежали бы гораздо лучше. Ну что, побежали? Да. Ну вот, это и украшение. Подкалывает. Хорошо. Ну давайте, приятного аппетита. Приятного аппетита. Аппетита, будем здоровы. Остренький салат. И сразу же, знаете, когда мы пробуем, сразу следует сказать, значит, здесь действительно дело укуса. Лично мне этот салат сейчас нравится тем, что он обладает такими жгучими, разогревающими свойствами, которые являются... Ну сколько вы подерли? Может быть, ну граммов там, не знаю, 20. Надо 15 или даже 10. Да. Вот, этот салат, прекрасное средство от ангины, обеззараживает, значит, ротовую полость, великолепно будет выводить слизь из легких, ну и, естественно, разжигать пищеварительный огонь. А в некоторых случаях у кого слабовато, и сексуальный также. Главное, что мы внутри будем тепленькие, понимаете? Тепленькие, просто за счет продукта, такого прекрасного русского национального достояния, как свекла. На этом мы заканчиваем передачу, доброго вам здоровья, разогревайтесь не с помощью грелки, а с помощью такого прекрасного салата. Приятного аппетита. 16 лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусная, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. 17 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается аналитики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok